Экологическая организация «Друзья Балтики», фирма «Экоцентрум» и общественное движение «Чистая луга», проводя 4 июня рейд по лужским водоемам, взяли пробы воды из рек, ручьев, родников и водопроводов в Тесово-4, Почапе и деревне Машковые поляны. После всех заборов воды и ее анализа, экологи зафиксировали серьезное превышение содержания нитратов в ряде источников. Предельно допустимая норма по содержанию нитратов в питьевой воде – 45 миллиграмм на литр. Водопроводная вода в Почапе, Тесово-4 и Машковых полянах оказалась идеально чистой. Нет претензий по содержанию нитратов и к воде в реке Луги у поселка Толмачева и в самой Луге. И это при том, что пробы брались возле очистных сооружений. Чистая вода в реках Ящера, Обла, Свинечная и в ручье Теплый. В родниках на улице Петра Баранова содержание нитратов в воде превышает предельно допустимую норму более чем в два раза. На Туровском источнике содержание нитратов в четыре раза больше допустимого. В родниках Ямтесово и в частной скважине на улице Смоленское в Луге нитраты превышают норму в пять раз. Самой опасной оказалась вода возле очистных сооружений поселка Ямтесово. Здесь была обнаружена от 250 до 500 миллиграммов нитратов на литр воды при норме в 45. В популярных родниках на речке Наплатенко в Луге ситуация двойственная. В ближайшем к дороге роднике замечено незначительное превышение нормы. Во втором и третьих родниках вода оказалась чистой. Появиться в воде нитраты могут от плохой очистки канализационных стоков или от химического загрязнения. Превышение нормы может вызвать у людей нарушение окислительной функции крови, то есть человек попросту начнет задыхаться. По итогам исследований экологи планируют обратиться в администрацию Лужского района и правительство Ленинградской области, чтобы обсудить возможности снизить загрязнение вод, особенно питьевых.